С 29 октября, когда Меркель объявила о своем решении не баллотироваться на пост председателя ХДС, самым вероятным и желательным будущим лидером партии считается бывший председатель ее фракции в Бундестаге Фридрих Мерц. Он давно ушел из политики. В 2004-м Меркель и ее близкий советник Вальфганг Шойбле, ныне президент Бундестага, неформально способствовали изгнанию перспективного политика с постая председателя фракции. Мерц уже тогда был реальной опасностью для Меркель. До сих пор вспоминают, как он, профессиональный адвокат по экономическому праву, на картонной подкладке для стаканов пива обрисовал налоговую декларацию гражданина. Он хотел упростить налоговую систему. Это стало легендой. Всем известно, что Меркель никогда не терпела рядом с собой талантливых и перспективных. Надо отдать ей должное. Лучше всего она владела искусством скручивать шею своим соперникам. В их ряду – Фридрих Мерц и нынешний министр обороны Урсула фон Дерлиен. Последняя – женщина стойкая, расчетливая и умная. На этот раз она удовольствовалась своим постом и не стала идти супротив Мерца. Хотя уж давно многие прочили ее в канцлеры. Однако против Мерца мало кто имеет шансы. Его конек – четкая консервативная программа. Ведь Ангела Меркель давно вызывает лишь благородную отрыжку членов ХДС. Ей вменяется в вину потеря консервативного профиля партии. Многие считают, что она превратила ХДС в СПГ. Отличий не сыскать и слупой. Тем самым Меркель оказала медвежью услугу социал-демократам, которые стали терять членов партии избирателей. Отказ от атомной энергии, введение узаконенного гомосексуального партнерства, допуск неупорядоченной миграции. Эти, и многие другие, ее действия отпугивают так же как членов, так и избирателей ХДС. Однако благодаря Меркель партия с 2005 года собирала голоса на выборах в Бундестаг. Была первой, самой успешной ВФРГ. Поскольку ее члены, в отличие от членов СДПГ, более нацелены на власть и правильно расставляют приоритеты. Победа на выборах всегда была для них важнее внутри партийных дрязг и предпочтений. Поэтому лидером ХДС 18 лет избиралась Меркель. То, что в канцлеры избирается председатель партии, в Германии традиционно, хотя это не законодательное правило, Так вот, за последний год недовольство Меркель драматично выросло. После согласия в третий раз вступить в погубную коалицию с самым сильным, но более слабым, партнером, СДПГ рейтинг Меркель и ее некогда консервативные партии катастрофически упали. Третий период соглашательства в большой коалиции никому в ХДС не казался выгодным. Однако христианские демократы боялись новых выборов в Бундестаг и потери большинства в коалиционном правительстве. Социал-демократы тоже вопреки разуму панически боялись ухода из правительства, поэтому получилось то, что получилось. Третья большая коалиция привела к оттоку симпатии как к канцлеру Ангеле Меркель, так и к ХДС, не говоря уже об СДПГ. Второй главной причиной потери популярности Меркель и ХДС стал председатель баварского филиала этой консервативной партии, Христианско-социального союза, Хорст Зинхафер. Питая личную нелюбовь к Меркель, он постоянно вставлял ей палки в колеса. Причем в какой-то момент стало совсем непонятно, почему сестринская партия, выступающая в блоке с ХДС, встала на более враждебные позиции по отношению к ней, чем идеологически далекий партнер по коалиции, СДПГ. В числе претензий баварской партнерской партии, разногласия по миграционной политике Берлина. Бавария как южные ворота в Германию испытала сполна трудности наплыва беженцев в кризисном 2015-м. На любые предложения Мюнхена организовать и упорядочить людской поток, выполнить наконец закон о защите границ с Германией у Меркель был один ответ, мы сделаем это, we schaffen das. На этом историческом повороте избиратели просто взбунтовались. Увидев, что политики занимаются своими личными разборками, вместо того, чтобы решать насущные проблемы в стране, они отказались оказывать им поддержку. В результате, историческое поражение на региональных выборах, треть голосов потеряла ХСС в Баварии, почти треть – ХДС на выборах в земле Гейса. Поэтому Фридрих Мерц с его четкими экономическими представлениями однозначной консервативной линии стал настоящим фаворитом членов партии. Партийная верхушка, опасающаяся потерять свои преимущества, склоняется к кандидатуре Анне Грет Крамп-Каррен Бауэр. Меркель долго готовила ее себе взамену. После того, как незаметная премьер-министр маленькой земли САР стала генеральным секретарем ХДС, стало ясно – Меркель прочит ее на пост лидера партии канцлера. Однако ко второй Меркель мало кто среди членов ХДС готов. Выбор между Мерцем и Крамп-Каррен Бауэр – это выбор между четким консервативным профилем и вечным лавированием. Не говорить своего мнения до последнего момента и смотреть, куда дует ветер – в этом Ангела Меркель не имеет себя равных. Кто знает, сможет ли новая леди ее в этом переплюнуть. Однако время приспособленчества в ХДС, кажется, прошло.